Представьте, что вы живете в Испании, стране с богатейшей историей. Отсюда Христофор Колумб отправился покорять новый свет. Здесь рождались карты мира, изменившие представление обо всей планете. Впечатляюще. Но знаете, чем еще примечательна Испания? Взгляните на фото. Что это за точки? А это суперколония муравьев, которая расстилается на 6000 километров, идет по границе Испании и заканчивается аж в Италии. Пока люди строили империи и открывали новые земли, муравьиная цивилизация тоже не стояла на месте. И по масштабу она совсем не уступает нашей. Сегодня поговорим о мозге и цивилизации этих насекомых. Есть ли у муравьев память и эмоции? Что такое окислительный стресс? И почему муравьи умирают без общества? Как пустынные виды запоминают дорогу с первого раза? И что помогает им не заблудиться? Как суперколонии охватили целые континенты? И что общего между вашим мозгом и муравьями? Мы можем сохранить о себе память даже сквозь века, в отличие от муравьев. Именно так прокомментировали один из наших прошлых выпусков. Мол, посмотрите на Пушкина и Достоевского, на великие своды законов и вековые моральные нормы. Вот она с силы человечества. Но так ли сильно мы отличаемся от муравьев? Конечно, в индивидуальной памяти человек гораздо лучше. Например, за пространственную память у нас отвечает гиппокамп, строящий когнитивные карты. А у муравьев эту роль выполняют примитивные грибовидные тела, работающие как жесткий диск для маршрутов. Однако отдельный муравей вполне может запоминать и даже передавать информацию. В интернете масса роликов, где муравьев как бы обманывают. Сначала подкладывают муравьям какую-то еду, а потом просто подменяют ее мусором. Муравей-фуражер обнаруживает источник пищи и уходит сообщить о нем, то есть он уже запомнил какую-то информацию. После чего на месте появляются другие муравьи. Но еды, понятное дело, уже нет. Но на самом деле такие ролики говорят о муравьях лишь в положительном свете. Потому что показывают, что у муравьев тоже есть индивидуальная память. Однако между нами есть ключевая разница. Вот вы замечали, что гуляя по незнакомому городу, мимоходом запоминаете всякие улочки, вывески, которые потом въедаются в память. Это латентное обучение, способность впитывать информацию как бы про запас, без немедленной выгоды. И как раз в этом нас обставили муравьи. Возьмем пустынных муравьев катаглифис велокс. Они могут за один проход запомнить сложный 7-метровый маршрут, даже если он ведет в никуда. Это как если бы вы, заблудившись в лесу, идеально выучили 12 километров тропинок и поворотов, просто на всякий пожарный. Но их навигация – это не наш GPS. Муравьи точно отчитывают шаги и упрямо следуют маршруту. Даже в виде цель они идут по выученному пути, несмотря на то, что он может быть даже длиннее. А вот люди оптимизируют дорогу, срезают углы или ищут более короткие маршруты. А вот у муравьев такой гибкости нет, но зато их память работает без боев. Представьте, вы собрались с друзьями и хотите посидеть в кафе. Каждый предлагает свои варианты. Один запомнил, что в кафе, где он был, отличная паста. Второй говорит, что был там, где официанты медленнее, чем Windows 95. А третий просто восхитился неоновой вывеской. И вы не устраиваете дебаты, а просто сливаете обрывки данных в общий чат. И легким движением рук коллективный разум выдает идеальный выбор. Что-то подобное происходит у муравьев в поисках жилья. Однажды ученые поставили им ультиматум. Темное, уютное гнездо, пятизвездочный вариант. Или светлое, эдакий номер с видом на свалку. Потому что муравьи очень не любят свет. Каждый муравей-разведчик осматривал только один вариант. Ровно как и вы с друзьями видели разные рестораны, но могли делиться только впечатлениями о том, что понравилось в каждом. И на основе этих мнений коллективно находили лучшее место. Вот и муравьи без проблем выбирали лучшее место. У них просто встроенный чек-лист. Если гнездо светлое или тесное, они просто уходят. А если вариант хорош, начинают звать сородичей. Колонии переезжают в то гнездо, где большинство муравьев уже как бы голосуют своим присутствием. Примерно так же у некоторых видов муравьев работает эмиграция. Когда в их гнезде становится слишком сыро или тесно, разведчики ищут новые места и оценивают их качество. Если гнездо проходит чек-лист, начинается переезд. Как только в новом месте набирается критическая масса жильцов, колония переезжает. Люди часто действуют неэффективно. Если каждый будет тянуть свою сторону, то получится хаос. Но если действовать слаженно, задача решается за минуты. Именно так работают муравьи-ткачи, превращая транспортировку объектов в филигранное искусство. Их секрет – мудрость толпы, где каждый участник слегка подкручивает траекторию движения. Чем больше муравьев, тем стабильнее движение, а хаотичные рывки полностью гасятся. А теперь антипример. Сумасшедшие муравьи. Их стратегия – потому что дорога возникает под шагами идущего. Или же следуй за лидером, ему виднее. И эта тактика даже эффективна для их образа жизни. Но стоит им упереться в препятствия, начинается хаос. Группа мечется туда-сюда, будто бы они забыли, зачем шли. На их фоне ранее упомянутые муравьи-ткачи гораздо эффективнее. Например, при выходе из туннеля с грузом среднего веса эти муравьи ускоряются на 94%. И, кстати, они являются одним из сильнейших видов. Могут поднимать в 100 раз больше своего веса. Однако коллективные решения муравьев – это не только выбор гнезда или мудрость толпы. Иногда колония внезапно сталкивается с угрозой. Например, муравейник начинает нагреваться изнутри. Жар чувствует каждый, но действуют они вместе. Маленькая группа из 36 муравьев начинает эвакуацию уже при плюс 34 градусов. А вот большая колония из 200 особей терпит до плюс 36. Почему такая разница? Все дело в феромонах, химических сообщениях. Чем больше муравьев паникует, тем громче этот шум, в котором сложно что-либо разобрать. Ну, примерно как в Телеграме. Колония игнорирует слабые сигналы, пока тревога не станет очевидной, а ситуация невыносима для всех. Когда шум достигает критического уровня, колонии действуют как единый организм. Ни один муравей не видит всей картины, но тысячи отдельных реакций складываются в точный алгоритм выживания, что помогает балансировать между поспешной паникой и смертельным промедлением. Как и в случае с выбором гнезда, здесь нет централизованного управления, только простые правила, превращающие тысячи отдельных реакций в безупречную систему. А если копнуть глубже? Есть ли у муравьев что-то похожее на наши эмоции? Замечали, что когда видите неприятного для себя человека, уже подсознательно начинаете вести себя иначе? Будто не вы, а прям ваше тело его запомнило. У муравьев все абсолютно так же, только вместо лиц они считывают запахи. Каждый сородич для них – уникальный код из феромонов. Если муравей столкнулся с агрессией относительно такого кода, он запоминает его, как вы, например, запоминаете номер машины, которая паркуется на вашем месте. В следующий раз, уловив этот запах, он атакует мгновенно и без раздумий. Но это не слепая ярость, а ассоциативное обучение. Например, если чужак начинает кормить муравья, это как если бы незнакомый человек вдруг принес вам пиццу. Поначалу недоверие, но после третьей пепперони – уже друзья. Его запах начинает ассоциироваться с едой, а не с угрозой, и ксенофобия тает. Так колония учится отличать врагов от потенциальных союзников. Но чем чаще муравьи сталкиваются с враждебными соседями, тем сильнее их неприязнь. Возникает эскалация конфликта. Назовем это эффектом злого соседа. И тут снова все похоже. У людей это кадастровые войны за сантиметр забора, а у муравьев – химические дуэли. И здесь ключевую роль играет возраст. Старшие муравьи ведут себя как опытные исследователи. Годы патрулирования превращают их в ходячие базы данных. Их антенны помнят тысячи запахов. А реакция на угрозы крайне точная. Их эмоции – это не сантименты, а алгоритм выживания, оточенный миллионами лет эволюции. И если люди порой дают второй шанс, то муравьи никогда. В их мире ты либо друг, либо враг. И сменить этот статус крайне сложно. Однако память муравьев – это не просто запоминание маршрутов или запахов. Она тесно переплетена социальными связями и даже стрессом. Как будто их мозг записывает не только информацию, но и эмоциональный контекст событий. Например, для муравьев-древоточцев одиночество смертельно опаснее голода. Социальная изоляция действует на них, как медленный яд. Они становятся гиперактивными, теряют ориентацию в пространстве и живут в разы меньше. Все из-за окислительного стресса. Это когда в клетках копятся вредные молекулы, ломающие ДНК, как ржавчина разъедает металл. У людей хронический стресс тоже выжигает нейронные связи, превращая ясные мысли в туман. Но у муравьев он не только укорачивает жизнь, но и стирает саму суть их существования. Из слаженных работников они превращаются в рассеянных интровертов, которые забывают, как взаимодействовать с колонией. Но даже в коллективе их память имеет границы. Муравьи могут научиться избегать феромонных следов, связанных с наказанием. Например, если путь кейде помечен опасным запахом. Однако полностью игнорировать эти сигналы они не способны. Слепое доверие химическим сигналам вшито в их ДНК. Ну вот вы, например, знаете, что соцсети крадут время, а ночью нужно спать. Однако все равно листаете ленту до двух часов ночи. Тоже некоторая эволюция. Но именно эта химическая зависимость делает их гениями координации. Каждый муравей узнает сородичей по уникальному запаху. Они запоминают не только своих, но и чужаков, а также их намерения. Такая память работает как база данных, которая предотвращает хаос внутри колонии. Например, разведчик, столкнувшийся с врагом, оставляет феромоны тревоги. И мгновенно вся колония мобилизуется. Причем умные касты, вроде разведчиков, обладают продвинутой памятью. Они запоминают местность как таксисты с 20-летним стажем, тогда как фуражеры следуют готовым маршрутам. В общем, память муравьев – это сложнейший инструмент выживания, заточенный под социальные задачи. Стресс разрушает ее, а коллектив восстанавливает. Причем исследовать мозг муравья – это не просто научное любопытство, а прорыв в понимании эволюции разума. Ученые используют методы, которые звучат как технологии из фантастики, вроде массоспектрометрической визуализации и микрокомпьютерной томографии. Эти технологии уже применяются в нейробиологии человека, например, для изучения болезни Альцгеймера. Алгоритмы, подсмотренные у муравьев, работают и на людях. Метод муравьиной оптимизации, возникший, кстати, на основе не менее полезного алгоритма муравьиных колоний, используется в анализе функциональной МРТ. Исследуя, как муравьи учат своих сородичей или избегают опасности, мы не просто копируем природу, а буквально проектируем будущее. Все вышеупомянутые алгоритмы и навыки муравьев способны превращать тысячи и миллионы муравьев в слаженный суперорганизм, который работает в масштабах целых континентов. Да-да, муравьиные суперколонии – это не просто большие семьи, а государства насекомых, где миллиарды особей живут по правилам. Муравьиные суперколонии – это буквально государство плюс интернет в одной сущности. Каждый муравейник – город или сервер, а муравьи – жители или данные, бегущие по невидимым протоколам феромонов. Секрет таких гигантских сообществ кроется в их гибкой структуре. Некоторые виды, как аргентинские муравьи, научились создавать филиалы с множеством маток и гнезд, создают децентрализованные империи. Это похоже на корпорацию, которая расширяется, открывает новые офисы, но сохраняет единую корпоративную культуру. Например, аргентинские муравьи используют эту стратегию для захвата новых территорий, вытесняя местные виды. Их главная суперколония раскинулась на 6 тысяч километров, больше, чем от Москвы до Иркутска. В Европе они устроили настоящую игру престолов. Каталонская суперколония Испания и Франция и главная Италия-Португалия ведут бесконечную войну. На границах настоящие муравьиные вердены. Ежемесячно гибнут миллионы солдат. Вместо танков – мандибулы, а вместо траншей – щели в асфальте. А в Калифорнии их владение в скромные 900 километров от Сан-Франциско до Мексики. Но вы скажете, что-то по глобусу не сходится. Муравьи аргентинские оклонизировали половину Европы. Вы все правильно поняли. Именно мы и сами стали их союзниками и помогли муравьям сделать свой Евросоюз. В начале 20 века люди завезли этих муравьев в Европу как безобидных пассажиров на кораблях с товарами. А уже к 1913 году люди обнаружили, что семьи из разных гнезд вообще не конфликтуют. Но самое интересное – гражданский кодекс муравьев. Представьте муравья из Милана и муравья из Лиссабоны, разделенных двумя тысячами километров. Их сажают в одну пробирку после месяцев изоляции. Вместо драки – объятия усиками и обмен едой. Как будто бы они старые друзья. Но стоит подкинуть к ним чужака из вражеской суперколонии, начинается бойня. Все дело в ДНК. Их феромоновый пароль, который всегда сохраняется. Совпадает – добро пожаловать в клуб. Нет – война на уничтожение. Ирония в том, что эти оккупанты – генетические клоны. Когда они вторгаются в новый регион, их популяция проходит через бутылочное горлышко. У муравьев разнообразие ДНК падает на 28%. Эволюция сделала ставку на мир любой ценой. В перенаселенных муравьиных государствах внутренние войны – это роскошь. Поэтому агрессию к своим просто отключили. Суперколонии – это вечная оборона. Представьте границу между Каталонской и главной империями в Европе. Десятилетиями она не сдвигается ни на сантиметр. Словно ее по линейке прочертили. Муравьи-солдаты патрулируют ее, как пограничники. Хотя за вражеской чертой те же ресурсы и тот же климат. Это как если бы США и СССР застыли в вечном противостоянии. Но вместо ядерных ракет – мандибулы, а вместо шпионов – фуражеры с химическими детекторами. Но не все суперколонии – результат человеческих ошибок. Пока аргентинские муравьи разносят свои империи по континентам, в лесах японского острова Хоккайдо муравьи создали мегаполисы без единого захвата или помощи. Их сеть из 45 тысяч гнезд и 300 миллионов особей существуют десятилетиями. Они не захватывают чужие земли, а тихо правят лесами, доказывая, что природа и сама умеет создавать муравьиные государства. И такой пример далеко не один. Представьте муравьев, которые живут по принципу «город меняет все». В лесах Северной Америки живут скромные муравьи-одиночки. Маленькие колонии с одной маткой и парой сотен рабочих. Но в городах они превращаются в суперорганизмы. Их суперколонии в урбанизированных зонах это мегаполисы с тысячами маток и миллионами рабочих. В природе эти муравьи ярые индивидуалисты. Колонии яростно дерутся за территорию. Возможно, они разучились видеть врагов или просто поняли, что в этом государстве выживает тот, кто объединяется. Их химический паспорт стирается, и они начинают принимать чужаков, как своих. А когда, например, мало ресурсов, эти муравьи идут на радикальный шаг, сливают колонии воедино. В лаборатории ученые наблюдали, как два враждебных муравейника за несколько дней превращались в один. Но цена огромна. 61% рабочих и 18% маток гибнут в стычках. Суперколонии это не только биология, но и философия. Они доказывают, что единство возможно без лидеров, а эволюция ценит мир выше разнообразия. И пока люди спорят о границах, муравьи уже создали альтернативные государства. Муравьи, несмотря на то, что на первый взгляд кажутся примитивными, обладают удивительно сложной памятью социальной организацией и стратегиями, которые позволяют им выживать и процветать в самых разных условиях. Люди обладают гораздо более развитыми когнитивными способностями, но тоже сталкиваются с вызовами, которые требуют командной работы и стратегического подхода. Но вот что интересно. Несмотря на наши способности к самостоятельному обучению и принятию решений, нам все равно нужно признать, что многие наши действия и алгоритмы далеко не всегда так сложены и продуманы, как у муравьев. Так может быть, мы на самом деле не так уж и сильно отличаемся от муравьев? В конечном счете и мы, и они строим свое будущее. Каким оно будет, определяет каждый для себя сам. Просто мы используем разные подходы, методы и алгоритмы, которые эволюция предписала каждому из нас. Распространяйте научные знания, в частности, о муравьях и их пользе для человечества. Все важные ссылки в описании. Пишите нам в Телеграм по любым вопросам. До новых выпусков! Субтитры создавал DimaTorzok